Для начала давайте определимся, а в подходящей для вас дозировке ли вы принимаете витамин D. Я рекомендую после сдачи анализа обратиться к специалисту для подбора действительно необходимой дозировки. Ведь может быть вы принимаете в дозировке тысячи международных линий, а это совсем детская дозировка. Соответственно, для вас это будет мало и уровень подниматься совсем не будет. Что с вашим желчным пузырем? Если у вас есть нарушение оттока желчи, по УЗИ у вас взвесь, хлопья, полипы, камни, то желчный отток нарушен. Для чего нужна желчь? Для того, чтобы усваивались жиры. А витамин D это жиростворимый витамин. Соответственно, если жиры будут плохо усваиваться, то и витамин D будет плохо усваиваться. И по анализу мы не увидим положительной динамики, уровень не будет подниматься. Если есть воспалительные заболевания кишечника или дисбиоз. Если имеется избыточная масса тела. Дело в том, что витамин D, его еще называют гормон D, он жиростворимый и депонируется в жировой ткани. Соответственно, людям с избыточной массой тела нужны большие дозировки. А также, возможно, генетическое отклонение. Бывает такое, что просто отсутствуют рецепторы к витамину D. Как понять, нормальная у вас генетика или нет, необходимо сдать генетический тест. Напомню, что витамин D относится к базовым витаминам. И его необходимо принимать практически на постоянной основе. И держать уровень выше 50 ммм. Если хотите знать больше о здоровье и стройности, подписывайтесь.